Добрый день! Так, по инвентарю у нас топор, лук, лук скалолаза, который просто для того, чтобы подниматься вверх, всевозможные зелья, ни разу не используемые зелья каменной кожи, телекинез и кошачий глаз, ну набор щитов всевозможных, они все одинаковые, журнал надсмотрщика Горана, я вроде бы его не читал, но сейчас посмотрим. Так, свиток молнии, огненный шар, заморозка, ловушка, убежище. Так, дыхание зимы, наши латы, мы поменяли до броню. Так, еще какая-то книга о демонах, мы недавно ее читали. Так, ну и набор колец. Кольца полезны. В данном случае кольцо мудреца, похоже, я выкину, потому что я маной не пользуюсь, в принципе. Ну только когда телекинез, а там хватает и базового набора единиц маны. Так, волшебные грибочки, зелье маны, ну и еда. Характеристики. Прокачано Сиона 1, чтобы с топора можно было нормально дамажить, как, скажем, с меча, который у нас был до этого. Он давал не плюс 2 к урону, а плюс 3 к урону. Вот. Возможно, еще вложу еще одну очку отсюда, не знаю. Так, ближний бой. Прокачим полностью. Это, не помню, зачем я это сделал. Вроде бы, чтобы проходной скилл был, во-первых. Во-вторых, чтобы можно было вот этот щит брать. Круглый, орочий щит, который наибольшую прочность имеет. Стрельба на 2 прокачана. Мне, в принципе, этого хватает. Я скорострельно не стреляю. Ну, кошачий глаз, телекинез. Все. Ветку магии я качать не планирую. Прочие умения. Ну, вкачана бдительность. Мы стоя замечаем неизвестные предметы. Запас сил. В прошлой части поднял вот это вот умение сопротивления ядам. Не знаю, как оно действует. Это мы еще посмотрим. В дальнейшем планируется, конечно же, поднять выносливость, чтобы было здоровье 80 единиц. Да, кстати, я забыл показать. У нас же есть еще раритетный меч, кровопийца. Во-первых, плюс 4 к урону. Во-вторых, он ворует здоровье у врага. Вампирик меч. Меч вампира. Ну, я такое не люблю оружие, если честно, которое ворует. Так, что там за журнал? Исследование храма Служителей Паука. Журнал экспедиции записано Старшиной Гараном. Год 4162 от катаклизма. Месяц хрустальных слез. День 27. Нижние залы храма, расположенные у подножия скалы, оказались обрушены. И все же, после долгих поисков, нам удалось обнаружить расщелину в камне и тоннель, ведущий в верхние залы. Поверхностное обследование центральной башни показало, что канал астральной энергии перекрыт. Источник питания, который должен располагаться наверху шахты, отсутствует. Так, понятно. Следующий. Месяц хрустальных слез. День 28. Когда мы пытались поднять оборудование наверх, часть канатов, не выдержав тяжести, лопнула. Груз обрушился на голову послушницы Дарсии, стоявшей внизу, и влубил несчастную на месте. Есть надежда, что разломы и уступы скалы позволят нам установить более надежный подъемник, на котором мы доставим оборудование в верхнюю часть храма. Следующий день. Месяц хрустальных слез. Тридцатый день. Экспедиции удалось обнаружить второй источник энергии, сходный с тем, что находится в центральной башне храма. В глубине северного крыла расположен кристалл невероятной мощи. Увы, зал охраняют многочисленные ловушки. Месяц танцующего огня. День 2. Леди Линна вернулась с материалами для изготовления подъемника и вестями от мини-лага. Лорд полагает, что цена, которую мы платим за исследование храма, чересчур высока. Мы лишились уже нескольких человек и намерен созвать совет магов, дабы решить, что делать дальше. Месяц танцующего огня. День 3. Когда мы исследовали шахту центральной башни, крюк, державший веревку, посвященного ларга, расшатался и выскочил из стены. Несчастный упал с высоты 80 метров и разбился. Похоронную церемонию провела Леди Линна. Месяц танцующего огня. Пятый день. Леди Линна значительно продвинулась в изучении ритуала Валения, используемого для открытия склепов. Месяц танцующего огня. День 13. Мы установили вдоль скалы подъемники, в основе которых лежит устройство левитации. Хитроумное изобретение лорда мини-лага. Теперь мы сможем поднять тяжелое оборудование в верхнюю часть храма. Месяц танцующего огня. День 17. Леди Линна отбыла домой за припасами и людьми, и они вводят несколько дней. Месяц танцующего огня. День 21. В развалинах на дальнем конце гряды появились племена гоблинов. Магистр Дженсен и капитан Тергон отбыли за солдатами, которые помогут нам справиться с гоблинами, если тем взбредет голову на нас напасть. Месяц танцующего огня. День 24. Катастрофа! Все, кто ночевал в нижнем лагере, убиты. И, сдается мне, остальные тоже обречены. Племя гоблинов куда многочисленнее, чем мы предполагали. Они перебили стражи прежде, чем те успели поднять тревогу. Нам же, ночевавшим на складе, удалось заблокировать подъемники и не пускать гоблинов в храм. Мы заперлись в кельях послушников. Кордо и Гестия ранены, они истекают кровью. Я ничьим не могу им помочь. Боюсь им не дожить до утра. Я молюсь о том, чтобы мы усы умели продержаться до возвращения Леди Линны или Магистра Дженсена. Месяц танцующего огня. День 26. Из огня да в полымя ни Леди Линна, ни Магистра Дженсен так и не вернулись. А племя гоблинов перебито паучищем орков. Они разожгли под нашим убежищем костер и кидают в него ядовитые травы. Боюсь, они решили нас извести. Келья заполнилась едким дымом. Но мы не можем бежать. Ведь снаружи нас подстерегают лучники. Воздух сгущается. Он вязок и горек. Вот так и значит, чтобы было. Орки пришли и перебили всех. Кстати, это хитрый план. Получается, с помощью ядовитых испарений выманить людей и убить их. Ну ладно, уходим отсюда. У нас дальше как раз задание такое. Обжект. Обжект. Вот. Пока заданий нет. Но я знаю, что нужно идти сюда. Что мы у Аратрока забрали ключ. Где-то должен быть ключ от этих дверей. Давай его поищем. Эээ. Вот он. Ага. Похоже, эта сфера ключ. Вот только от чего? Здесь были ошметки Аратрока. Он аннигилировался от нашего удара, когда мы были в ярости. Кстати. А ну ладно, пусть будет. В принципе, он неплохо сохранился. Так, тесачок. Ну ладно. Нет, выкину. Я не хочу использовать меч. Вампирский оставлю. Если игрок подниму силу на три. Там ведь три нужно, да, единиц? Да. Я его надену. Ну, чтобы посмотреть, как это выглядит. Но я, скорее всего, не буду его использовать. Кстати, ключ. Этот ключ отпирает двери храма, отмеченные печатью в форме паука. Пауканский храм, значит. Ну, понятно, что. Оупен. Оупен. Оупен сегейт. Тихо, тихо, тихо. Зона перехода. Я не люблю зону перехода. Ну что ж, мы прошли эту злосчастную зону перехода. Можем идти дальше. Как я не люблю их. Вот. Ну и они меня, наверное, не любят тоже. Но я понимаю ваш план. Нам нужно ехать на подъемнике. Собственно, здесь мы были. Похоже на то. Наверх никуда не подняться, да? Да и не надо, в принципе. Знаешь, Зарев? И если все пойдет как задумано, ты скоро увидишь своего отца. Здесь? Что ты имеешь в виду? Трудно объяснить. Но я уверена, он захочет посмотреть, как его сын-герой берет череп теней. Как-то странно все это звучит. Он что, колдун? Можно и так сказать. Хотя ему бы вряд ли понравилось подобное определение. Отец. Я никогда его не видел. Расскажи мне о нем. Он могущественный. Очень могущественный человек. И естественно, у него очень сильные враги. Кто? Ну, седьмой дракон, например. Ну, мы в предыдущей части, сидя на обрывистом краю дорожки, читали о том, что седьмой дракон дрался с демонопоклонниками. Учитывая, что седьмой дракон враг нашего отца, он, видимо, демонопоклонник. Такие дела. Хотя, хрен знает. Может быть, он одержимый, потому что, видишь, Зана говорит, что он не совсем колдун, он круче колдуна. Так что, фиг знает. Так, эту статую мы ставили. Открывали вот этот тайник. Зелье, зелье, зелье. Нет, не буду брать. Вот фигня, я не помню, куда идти. Ладно, давайте сюда зайдем. Кстати, у нас никаких ключей не сохранилось. Обычный дверной ключ. Так. Как насчет залезть наверх и кое-что проверить? Там, вполне возможно, мы где-то находили какой-то сундук, который мы не вскрыли. Это вроде бы здесь. Нет, здесь сундук открыт. Блин, я что, перепутал место? Сейчас посмотрим. Сундучок. Во. Вон и записка валяется. Отлично. Ну, в принципе, неплохо так. Так, закрывай. Закрывай, я сказал. Слышь, ты? Ладно, не хочет. Ну, ладно. Нам нужно уходить отсюда. Отлично. Зал вроде бы там находится. Или я просто вернулся? Да, я вернулся. Ну, ладно, посмотрим, что у нас тут. Я просто точно не помню направление пути. А нет, все правильно. Наше шестое чувство нас не подвело. Лина, у меня сюрприз для тебя. Что это было? Свороти-ка для начала дверь. Давай заберем чилип. Будем уже далеко-далеко, когда... Суни достатки своего гнилого носа в наши дела. Только после вас, смелый герой. Ну, давай. Покажи мастер-класс. Похоже, он опять лак для ногтей сушит на руках. Нормально. Первая смерть. Ну, это было офигенно. Короче, будем знать, что сзади подбираются эти упыри. Нужно быть, собственно говоря, щитом и топором. Ничего, сейчас исправимся. Какие-то упыри нас смогли убить. Я не ожидал. Ладно. Саров! Все получилось. Храм захлестнул энергии. Да. Я чувствую, что горы могу свернуть. Свороти-ка для начала дверь. Давай заберем череп. Будем уже далеко-далеко, когда... Суни достатки своего гнилого носа в наши дела. Только после вас, смелый герой. Где эти уроды? Ай, вы! А вон, вижу. Я вижу вас, уродцы. Иди сюда. Может быть, я неправильно сделал? То, что получается, силу не качало. Какие-то даже эти... Какие-то... Какие-то зомби... Умудрятся мне делать больно. Да вы когда-нибудь уррете, нет? Наконец-то. Не сказать, что это было легко. Топор по уши в крови. Слушай, ты говорила, что у тебя энергия перехлёстывает прямо через край. Почему к нему... Ну ладно, ладно. Слабая. Иди сюда. Эй! Эй! Как удобно. А-а-а! Беги, Саров! Найди... Эй! Эй, на! Жаль, что ты встала на моём пути, девочка. Ты способная колдунья. Чёрт! Увы, ты выбрала не ту... О, мне так жаль, милый. Но ты никак не мог её спасти. К тому же, между нами, она всё равно была тебе не пара. Забудь о ней! Беги! Беги, беги, Ища Диада. Я до тебя ещё доберусь. Вот так вот, значит, нас ещё Ища Диада обзывают. А сам ты кто? Некромант недоделанный. Ну да ладно, в принципе, мы знаем, что в Might and Magic там есть фракция Некромантов, есть фракция Ада. Так что всё нормально. Да, ну кули, блин, это же просто жесть. Что-то как-то они вообще какие-то крутые. Ладно, возьмём наш супертопор. И щит. Уходим. Что у нас по заданиям, кстати? Открыть залы с помощью ключа паука необязательное задание. Мне кажется, я его провалил, да? Потому что я туда не вернулся. Ну да ладно. Я думаю, там ничего интересного нет. Опыта не даёт. Максимум там вещи какие-нибудь можно понабрать. Опять сона перехода. Ладно. Идём дальше. Найти черепь, покинуть склеп. Статуя паука. Подойдём поближе? Там наверняка есть надпись. Ээээ. Что-то мне не нравится этот пол. Я не провалюсь? Фиг знает. Так, противоядие. Я думаю, оно здесь неспроста висит, лежит. Кстати, Зана говорил от протового паука, да? Как она его увидела из-за угла? Что-то ещё есть? Нет, только одна бутылочка. Наверх никак, да? Ну ладно, посмотрим, как тут быть. Что там? Видите? Еле ноги волочат. Но это... Это же зомбир. Только отсекая голову, мы сможем его убить. Не получается. Не срубил? Наконец-то. Отсечь голову с помощью стрел. Это тяжёлое задание, скажу я вам. А, понятно. Похоже, нам всё-таки туда. Дверь-то закрыта? Смотри. Статуя паука. Подойдём поближе и узнаем, для чего она служит. Я буду с удовольствием, но мне придётся спускаться вниз. А там зомби. Я не люблю зомби. Зомби не любят меня. Ну ладно, ладно. Уговорили. Иду. Hello. Есть кто живой? Ну или почти живой. Есть. Окей. Так, эту подпорку лучше не трогать. Там может быть что-то упасть. Интересно. Возьмём-ка лучше топорик. Тут просто что-то неясное. Опа-на. Что это было? Это была, видимо, ловушка. Охренеть. Блин, офигенно просто. Что-то, что-что-что-что-что. Кристалл лунного шёлка. И какое-то зелье. Ага. То есть нам нужно какие-то кристаллы набрать, чтобы паука украсить. Ясно дело. Капец. Ладно, будем аккуратнее. Здесь ловушки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну, безусловно, нам нужно будет подняться наверх. Сейчас эту палочку мы уроним. Немного саркофагов. Бывает, что в этой урне... Ничего. А в той? Просто они так любезно расставлены. Здрасте, друзья. Вы такой фокус повторить не сможете. Привет. Короче... Вот так вот. Подошёл топором, рубанул. Сразу башки нет. Ещё. Понятно. Либо эти зомби слабее, чем те, которые, получается... Ну, которые меня убили. Как они называются? Гулиш, что ли? Я уже забыл их название в этой игре. Либо, я не знаю, я вошёл в раж. Вспомню, как играть, как кнопки нажимать. Но, скорее всего, просто они слабее. Да и тем более я убивал, пока они вылазили. Пользовался, так сказать, возможностью. Так, здесь мы были. Понятно. Давай, давай, давай. Не могу запрыгнуть на этот могильник. А нам нужно, тем не менее, подниматься наверх. Берём лук верхолаза. И делаем верёвочку. Лезем. Отлично. Ну, нам, наверное, выше куда-то нужно будет ещё подниматься. Я думаю. Я смогу? Я смогу. Нет, не могу. Погодите. Ага. Вот куда нам ещё нужно подняться. Ясно. Ну, давайте проверим, что в этих колбах. Зелье противоядия. Ой. Промазал. Вообще, скажу я вам, странное место хранения всяких бутылочек получается. Наверху. Так, это лечебное зелье. Его мы и возьмём. Хотя, можно, в принципе, взять и противоядие. Всё полезно. Берсон Голк. Его сердце было вечно предано седьмому дракону. Будь проклята память о седьмом драконе. Что ты чувствуешь, Сарев? Знаешь, что он сделал с твоей семьёй? Да я вообще не знаю, что он сделал с моей семьёй. Меня пытаются, получается, ввязать в какой-то древний конфликт. Вот так вот, конечно. Бери и лезем. Так, ну вот мы и у паука. Отлично. Никого нет? Да. Ну, Ковчан можно не брать, в принципе. Я не вижу смысла. Там ничего в нём не было. Слушайте, какие интересные здесь двери. Вон, вот это вот меня интересует. Возможно, плохо видно. Так вот, с засветкой. Прикольная дверь. Как будто обито золотом. Таким, знаете, чернёным. Классно. Я, конечно, пауков не люблю, если честно. Но здесь вот так. Видишь табличку? Четыре отверстия предназначены для четырёх камней. Только вот, Орбиш их знает, где они спрятаны. Давайте один поставим хотя бы. Вот так вот. Ясно всё. То есть нам нужно отправляться туда. Спасибо тебе, паук, за новые приключения. Пять очков. Сюда нужно восемь, а сюда вообще десять. Ни на что не хватает. Ну да ладно. Hello. 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 Ну, наконец-то. Я смог ему отрезать голову. Я думаю, имеет смысл подняться наверх. Такое ощущение, что я слышал где-то такое шлёпание босых ног. Давно мёртвых. Да. И он, он меня увидел. Больно? Так. Отравили нас. Ну что, как работает наша сопротивляемость ядам? Короче, видимо, просто меньше тратится. Ладно, понятно. Нам не нужно допускать их поближе к себе. Так. Отлично. Я вижу эту плиту. Мы воспользуемся ею. Наверх. Наверх. Можно тоже будет сходить. Но вначале обезопасим здесь всё. Ой, господи. Какой ты противный. Ладно, ломаем. Такой внезапный тайник. А, вон в чём дело. Что тут говорите? Зелье полного исцеления? Полезно, полезно. Что, сюда больше никак не попасть было? Ладно, возвращаемся. И вполне себе, возможно, можем подниматься наверх. Но пока, думаю, не стоит. Хотя можно. Здесь не просто так разложены везде стрелы. Это, видимо, намёк на то, что здесь нужно стрелять. Вурдалаки? Это гончая рантира. Должно быть, они учуяли дорогу сюда. Вижу. Отлично. Ну, вурдалаках мы уже встречали. Опасно с ними, опасно. Они, ребята, опасные. Жёсткие. Тем более, они не дружат с этими, как их называют, с правилами физики. То есть, по стенам ползают. Всё, что угодно делают. Уроды. Твою мать! Извиняюсь. Я хотел туда запрыгнуть, но не получилось. Ладно. Ещё какая-то плита. Сейчас попробуем её отшипить. Волшебный гриб здесь спрятался от нас. Блин. Половину здоровья сразу потерял. Что же делать-то, а? Ну ладно, давайте поедим. Это малая прибавка здоровья, но тем не менее. Нужно периодически тратить еду. Хотя, в принципе, давно не видел, чтобы здесь кто-то оставлял пищу. Хотя нет, она была на территории орков. Там очень много её было. Ладно, хватит кушать. И думаем, думаем. Ну нет, спасибо. Всё нормально. Есть кто ещё? Да, видимо, нет. Хм... Хорошо. Будем думать, как куда дальше идти. Улучшенный шёлковый меч Наги. Нет, спасибо, не надо. Здесь ничего. Идём себе дальше. И везде мы слышим эти странные звуки. Вполне себе возможно, нам нужно будет подняться вон туда. Дабы можно было перебраться на ту сторону. Сейчас проверим. Нельзя ли здесь как-нибудь это сделать? Вот, в принципе, я... Перепутал кнопки. Бывает. Был в какой-то степени правильный по поводу, как идти здесь. Нужно было просто ещё одну верёвку сделать. Теперь я точно долечу. Надо было сразу так сделать, не потерял бы здоровье. Ну, кто же знал. Кстати, не зря я сюда зашёл. Грибок. Что у нас тут? Ничего. Понятно. Всё-таки надо стрелять. Ладно. Да, блин. Господи, боже мой. А я был уверен, что у меня получится в эту дырочку залезть. Ладно, думаем, думаем. Как же быть? Вниз нам точно не надо. Господи, боже мой. Давай, давай, давай. Ну, наконец-то он смог это сделать. Блин, обалдеть. Шипы. Вон там, кстати, ещё одна плита нажимная. Чёрт. Это будет больно, я уверен. Так что, потратим немножко зелий. Как быть? Я не хочу получать удар. Так что, это будет больно. Удалось Ну тут опять же сработала какая-то ловушка О которой я даже не подозревал Так, кольчуга Ну у нас есть, у нас лучше У нас латы, это лучше Мда Веселые стечения обстоятельств, которые работают на нас Берем лук Вижу Территория, в общем, офигенная Э? Я слышу что-то Что-то к нам приближается Короче Нифига себе Так, короче Вот как-то так Я хочу наверх залезть Сейчас залезем Отлично Мы это сделали Блин Обалдеть Они еще встали? Господи Ох уж эти зомби Ну хотя бы одного убили Ладно Идем за грибами Нужно будет, получается, сейчас территорию немножко зачистить Ага Еда Еда это всегда хорошо Где этот маленький негодяй? Который немножко мертвый А вот и он Неужели мне придется спускаться? Да Они ни в какую не хотят упокаиваться Сколько я на него потратил стрел Если бы у них, получается, был счет Я бы давным-давно уже протратился Так, что это за плита? Там что-то есть Зелье полного восстановления жизни Это полезно Зелье полного восстановления жизни Короче Ну и к черту Мы идем драться Где наш щит? Подходи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин Что-то не получается отрубить ему бошку Там еще идет партия Может быть я поспешил со своим воплем Что нужно всех порубить Давайте из лука ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот Все Есть кто-то еще Да что ж такое Интересно Это постоянный спаун их или что? Ладно Давайте думать Как отсюда выбираться Здесь нужно что-то собрать Я более чем в этом уверен Где они? Только что же их видел Ага Вот он Иди сюда Я говорю Иди сюда Не падай Где твой друг? Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ты будешь делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Есть свой хранитель склепа Ну давай, давай Иди сюда Упс Господи Господи Мне уже надоело Стрелять им головы Я сейчас опять пойду в рукопашную Хе-хе-хе Как бы фатально это ни звучало Ещё Ещё Да что ж ты будешь делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понял Нам нужно, получается, сейчас подойти к саркофагу И дёрнуть ручку Он должен будет открыться Ну, есть такое подозрение Точно Что? Что это такое? Зашибись Из-за каких-то отравленных Крисов Пришлось пить зелье лечением Ну, сам виноват Что у нас тут? Нет А ведь было что-то Ну да ладно Нужен ключ Где искать ключ? Я даже без понятия Ладно Разберёмся Здесь всё можно найти Потрогать И понять Но это очень даже сложно Иногда Наверх можно как-то подняться? Нет Это самая верхняя часть Данного помещения Кстати, там мы нашли Какое-то зелье Нужно будет его забрать Ну да Конечно же Берём лук Вот Забрал Посмотрим сверху Как быть Здесь в принципе Либо Какая-то интересная штука Лежит вот именно рядом С могилкой Ну там В закрытом помещении Либо я не знаю Но нужно искать Да блин Перестань лазить по канатам Двери здесь закрыты Все Собственно С ними сделать нам Ничего не получится Ага Какой-то проходит Здесь мы ещё не были Так Вот эта плита Меня вызывает Очень большие подозрения Но Вполне себе возможно Она безопасна Похоже что да Переход в другую зону Понятно Идём Так посмотрим Что он там нам ещё даст Ну и пройдём Куда надо Где там у нас Звуки Лучше бегать с топором Вы что понимаете А тут всех вроде бы убил Но кто знает Давай-давай Отлично Да ё-моё Господи Эти ловушки Постоянно так бить будут Похоже Будем иметь это ввиду Так Где там К большому пауку Вот зал паука Ставим второй камушек Смотрим Что это нам даст Действительно Что это было Это было интересно Ладно Мы поставили два камня Нам видимо придётся возвращаться туда Чтобы ещё два камушка добыть Но это уже будет точно в следующей части Здесь пока видео оканчивается Так что в следующей части мы учтём Ошибки этой части Что по зомбе лучше не издалека расстреливать А рукопашную рубить Ну или сострелять То вблизи Чтоб они нашли Это было опасно А не так вот Издалека просто тир Стрельба По недвижущимся мишеням Здесь пока всё Благодарю вас за просмотр Такой вот паук Всего доброго Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...